Праздник, знаменующий окончание священного для мусульман месяца Рамадана, мрачен войной в Газе. Верующие молятся за ее завершение. Джо Байден считает ошибочным подход Бенемина Нетаньяху к войне в секторе Газа и призывает Израиль к немедленному прекращению огня. Страны ЕС пытаются помочь Украине защититься от российских бомб и ракет. Москва обвиняет Запад в финансировании терроризма. 17 апреля в Хорватии состоятся досрочные парламентские выборы. Избирательная кампания проходит на фоне серьезного политического кризиса. Мусульмане всего мира отмечают Идальфитр. Праздник, знаменующий окончание священного для верующих месяца Рамадан. В секторе Газа, в лагерях для вынужденных переселенцев, дети встают в очереди, чтобы взрослые им раскрасили лица и по традиции раздали угощение. Праздник в палестинском Анклаве омрачен тяжелой гуманитарной ситуацией и тревожным ожиданием возможного наступления израильских сил на Рафах, на юге Анклава. В понедельник премьер-министр еврейского государства заявил, что дата наземного вторжения в Рафах уже назначена. Многие жители Газа, потерявшие за время войны Израиля с Хамаз своих близких, отправились на кладбище. Идаль Фитр в Европе выглядит совсем по-другому. Но, несмотря на разительный контраст, на этом пышном празднике в Германии, как и в других странах Старого Света, мусульмане не забывали о ситуации в Газе. В мусульманских общинах по всему миру возносят молитвы за окончание войны в Газе, которая длится более шести месяцев. За это время, по данным палестинской стороны, погибли порядка 33 тысяч человек. Цехал вошел в Газу после нападения Хамаз на Израиль, в ходе которого около 1200 израильтян были убиты и 250 похищены. Президент США Джо Байден вновь призвал Израиль к прекращению огня в секторе Газа и обеспечению полного доступа палестинского населения к медикаментам и продовольствию. Он раскритиковал действия израильского премьера Бенемина Нетаняху, хотя и признал его право защищать свою страну. Байден также осудил израильскую атаку с воздуха в секторе Газа, в результате которой погибли семеро сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen. Байден, президент США Джо Байден, Белый дом хочет избежать эскалации конфликта, который неизбежно распространится на других региональных игроков и в конечном итоге затронет США. Джо Байден считает, что стратегия премьер-министра Нетаняху не соответствует нынешнему политическому контексту и гуманитарное прекращение огня, по мнению США, может стать решением для повышения уровня сотрудничества в регионе. По мнению американских властей, непосредственные риски исходят от неизбежной военной операции «Цахал» в Рафахе, где сейчас находятся около полутора миллионов палестинцев. Россия и Украина в ночь на среду обменялись ударами беспилотников. По данным Генштаба ВСУ, российские войска активизировали свои действия на Бахмутском направлении. Там за сутки было отбито почти 30 атак. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал страны-члены укрепить возможности противовоздушной обороны Украины. По его словам, Киев отчаянно просит у Евросоюза срочно выделить ему семь батарей систем ПВО «Патриот». Министр иностранных дел Великобритании в ходе своего визита в США призвал американские конгрессы разблокировать пакет помощи для Украины. Тем временем Россия обвинила Запад в финансировании терроризма. Следственный комитет РФ возбудил соответствующее уголовное дело, утверждая, что к этому причастны высшие должностные лица США и стран НАТО. Реформа миграционной политики ЕС находится под сомнением. Ее может отклонить в среду в Брюсселе Европейский парламент. Он рассматривает на пленарной сессии пять взаимосвязанных законодательных актов, в цели которых укрепление солидарности и улучшение взаимодействия между странами-членами, усиление контроля на границах, более эффективные и быстрые процедуры предоставления убежища. Каждый акт должен быть одобрен на голосовании всеми депутатами. Если один закон будет провален, остальные, вероятно, последуют за ним. Пакт о миграции и убежища поддерживают три крупнейшие парламентские фракции, но ряд консерваторов, социалистов и либералов проголосуют против. Более мелкие парламентские группы также против пакта о миграции и убежища. Крайне правые, в том числе партия идентичности демократия, считают, что он не обеспечит должную охрану внешних рубежей ЕС. В то же время левые и зеленые предупреждают, что новые законы ослабят права тех, кто ищет в Евросоюзе защиты от преследований и конфликтов, или хочет спастись от бедности и стихийных бедствий. 17 апреля в Хорватии состоятся досрочные парламентские выборы. Избирательная кампания проходит на фоне серьезного политического кризиса. Парламент был распущен после того, как премьер-министр Андрей Плинкович и консервативный Хорватский демократический союз столкнулись с обвинениями в коррупции со стороны левой оппозиции, которую поддерживает президент Зоран Миланович, известный своими пророссийскими заявлениями и критикой ЕС. Зато нам и у смену Турудича, у спромену Лексапе, прва мера, у первом тедну, промена начина ускладения мировина, а он да, вечно от первого ребаланса проражено, уводение тройных додатков, как бы умировленицам обратили в 4 годы оно, что им и Плинкович взял в 8. Проевропейский премьер-министр Андрей Плинкович возглавляет правительство с 2016 года. Он отверг обвинения в коррупции и утверждает, что не втягивает страну в войну на стороне Украины. Конфликт между двумя хорватскими лидерами начался после полномасштабного российского вторжения в Украину, когда Миланович часто критиковал усилия ЕС и НАТО по помощи Киеву. Согласно соцопросам, наибольшей поддержкой избирателей в Хорватии пользуются консерваторы, которые в своей предвыборной кампании говорят об экономической стабильности. Вместе с тем опросы общественного мнения регулярно называют Зорана Милановича самым популярным политиком Хорватии. И итоги предстоящих выборов могут повлиять на смену политического курса страны. Запуск ракеты «Ангара-5» космодрома «Восточный» отменен во второй раз. Команда последовала за несколько минут до запланированного старта. Как заявили в Роскосмосе, причиной стал сбой системы контроля запуска двигателя. Ракету пытались запустить и накануне, но старт перенесли на сутки из-за проблемы в системе надува бака окислителя центрального блока. Третья попытка запуска должна состояться 11 апреля. «Ангара» — первая разработанная в России после распада СССР ракета. «Ангара-5» — тяжелая ее версия — может выводить на околоземную орбиту до 24,5 тонн груза. Тела троих девочек в возрасте 5, 7 и 10 лет обнаружила береговая служба Греции после крушения лодки с нелегальными мигрантами у скалистых берегов острова Хиус в Эгейском море. Еще 19 человек, в том числе мать погибших детей, были спасены. Сообщается, что всего в лодке, которая отправилась в путь из Турции, находились 27 человек. Операция по поиску других выживших продолжается. Северо-восточные острова Эгейского моря являются одним из главных ворот для мигрантов, стремящихся попасть в ЕС. С начала года сюда прибыло более 11 300 человек. Еврокомиссия начала проверку разработок ветряных электростанций по всей Европе на фоне опасений, что государственные субсидии позволяют китайским производителям обгонять европейских. О начале проверки сообщила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргарета Вестагер. Китай уже доминирует в отрасли производства солнечных бытов. Сегодня менее 3% солнечных панелей, установленных в Европе, сделаны в Европе. В прошлом году началось антисубсидиарное расследование в отношении импорта электромобилей из Китая. После угроз со стороны террористической группировки Исламское государство, игры четвертьфинала Лиги чемпионов проходят в условиях беспрецедентных мер безопасности. В Париже, где встречаются в среду ПСЖ и Барселона, на стадионе Парк-де-Пренс стражи порядка эвакуировали припаркованные автомобили и установили бетонные блоки. Задействованы дополнительные силы полиции. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Франции. Накануне во вторник аналогичные меры были предприняты и на лондонском Эмирейтс, домашнем стадионе Арсенала, который принимал Мюнхенскую Баварию. Полиция также призвала сограждан сохранять бдительность и сообщать о подозрительном в службу безопасности на стадионе. В тот же день на стадионе Сантьяго Бернабео в испанской столице встречались Реал Мадрид и Манчестер Сити. В преддверии матча министр спорта Испании Пилар Аллегрия призвала соблюдать спокойствие и сообщила, что для обеспечения безопасности задействовано более 2000 полицейских и сотрудников гражданской гвардии.